и вот ребятки да наши три главных героя этого выпуска это у нас гига смотрите она вообще не кажется что что меньше даже спинозавра вот наш тиранозавр в общем то тоже вполне себе три ребяточки у нас такие вот сравнимые по размерам динозавра и такой круговорот динозавров в мире южского периода ребята всем привет с вами александр джурас колд эволюшн и у нас вышло массивное довольно объект обновление 1 и 4 о котором вы уже все знаете да главная особенность наверно которого это добавление нового режима испытания и что же нам предлагают такого в этом режиме испытания кмите есть четыре варианта сложности это легко и средне тяжело и юрский период в общем то на легком уровне нам сходу дают 6 миллионов потребность динозавров малая частота возникновения катастроф редко сборы в фонд хаммонда маленькие нам дается на это три часа времени и мы то есть еще ни разу этого задания не выполняли у нас стоит там нд то есть на среднем у нас уменьшается деньги то есть потребности стандартные катастрофы чаще сборы больше но добавляет нам еще час на сложном уровне у нас уже увеличивается время нам дают целых восемь часов чтобы это выполнить денег стартовых 3 700 потребность динозавров все выше катастрофы регулярные сборы в хаммонд обудирательский как налоги короче в нашей стране и в южском периоде вообще все караул в общем даются все нам половину стартового капитала всего лишь 3 миллиона огромные потребности динозавров то есть это будет дрочка наверно какая-то будут нас постоянно там покорми меня там под тире жопой а я сбежала мне скучно мне нудно как маленькие дети короче будут динозавры катастроф будет много ну что-то мне кажется что вот это условия вот южский период наверное должны соответствовать тому что у нас принципе было там же и так у нас же так всегда было дичь вот один завар постоянно сбегает им все не нравится особенно тот остров где у нас была ночь кстати там тоже произошло изменение теперь мы на том острове да и принципе на любом мы можем изменить себе погоду то есть время суток то есть на ночном острове мы можем поставить день это мы тоже сейчас проверим ну в общем-то южский период как сбором хаммонд грабительские и нам дается 12 часов на это все дело также эти все прохождение этого режима открывает нам две раскраски то есть да и но них окрас по джунгли открывается просто пройти на 5 звезд на любом уровне сложности а чтобы получить негритянский вариант эндоминус орекс ну смысле черный под эндоминуса под индораптора нам нужно выполнить на максимальной сложности на сложности южский период в общем-то ребятки у нас будут вот такие вот требования у нас будут ограничения по времени то есть у нас цель то есть за какое-то время это может быть зависимости от сложности а разное время построить как можно быстрее то есть весь остров выполнить все эти условия также у нас будут от нашего дохода забираться какая-то часть фонд хэммонда и эта часть будет всегда расти чем больше вы зарабатываете тем больше от вас будут забирать также снижать репутация в разных отделах не будет статическая то есть она со временем будет снижаться нужно будет постоянно выполнять задания этих разных отделов и у нас еще есть условия для провала то есть если дефицит на вашем счете будет сохраняться дольше трех минут испытание будет провалено давайте мы загрузимся и сейчас пойдем на остров ночи посмотрим что у нас там а потом а будем смотреть на динозавров там тоже есть несколько интересных особенностей которые собственно говоря мне даже больше интересно чем это режим испытания и вот в общем то что нам ребята говорят разблокировано освещение измените время суток зайдите в настройки чтобы изменить время суток на любом острове в этой компании просто зайдите в настройки игровой процесс настройки освещения и вот этот наш остров давайте отправимся на остров и сейчас там посмотрим при свете дня что же нам этот остров этот ужасный короче остров ребята что он нам покажет так ну вот в этом тут музыку надо как в челюстях ставить этот остров короче пугал многих да здесь было довольно таки непросто особенно если ты еще не хорошо разобрался в игре то здесь было просто дичь какая-то так я даже уже не помню в каком состоянии тут этот наш остров бросил так но мы идем в настройки игровой процесс настройки освещение острова день настройки применилась моментальной ребятки и вот так вот при дневном свете выглядит наш остров правда необычно никогда мы его в таком вот свете не видели давайте сейчас посмотрим еще какую-то другую настройку другой времени суток так игровой процесс настройки освещения сумерки ночь по умолчанию и у нас сумерка всего лишь три я думал четыре варианта но сумерками мы уже встречались да на предыдущем острове у нас была такая вот штука вот сумерки но она сумерки либо даже рассвет то есть я думал будет отдельно нас рассвет но нет всего лишь три варианта вот такой вот еще у нас был вариант ну а теперь пойдем любоваться на динозавру так ребятки что у нас еще здесь из обновлений в общем-то у нас только что эндораптор сожрал дилоса в общем-то теперь наши хищники могут в общем-то питаться даже нашими гостями то есть им можно не давать кормушку им просто можно давать как бы поесть наших пешеходов и он будет сыт в общем-то вот за этого эндораптор я не переживаю у него здесь есть вода и у него как видите комфорт сто процентов он сыт и да тоже отлично вам только сел дилоса он съест посетители и будет сыт также у нас изменились ребятки размеры цератозавра давайте мы выпустим цератозавра как вы помните он был у нас больше моюнгозавра допустим давайте сейчас выпустим несколько метре оконтозавра ну допустим и вот тиранозавра к ним выпустим значит наверное какую-то им оградку дадим чтобы они далеко как бы не убежали так вот ребятки побежал у нас тыкайся вот смотрите какие у него размеры по сравнению с моюнгозавра примерно и он понятно чуть-чуть выглядит крупнее но не настолько как было раньше то есть он был по размерам практически как так вот собственно для метрия кантозавр ну эти вообще ребятки одинаково размеров пусть они тут пока подражается а мы сейчас на фоне наш тиранозавр ну тиранозавр вы видите он просто раз так в пять крупнее чем вот эти вот мелочевочка так вообще-то я хочу сейчас еще знаете что сделать пока они тут между собой разбираются братьями аллазавра выпустим потому что потому что он конечно цератозавр уменьшился без вариантов ну давайте посмотрим как он будет в сравнении с аллазавром смотреться так вот и появился аллазавр аллазавр крупнее чем моюнгозавр метрия кантозавра он находится в одной группе с цератозавр но они все выступают размерами естественно тирексу так так же давайте главное наверное такое будет у нас нововведение это ребята гиганатозавр он у нас должен был стать размерами с тиранозавра и смотрите смотрите у нас тут по моему все вполне себе неплохо у них размеры одинаковые а вы будете он был таким как цератозавр так 21 и 46 и где наш стать еще может спинозавра успеем сюда выпустить до того как они всех поубивают нужно будет сейчас подловить так чтобы аллазавр смотрите какой гаденыш не успел выйти наш гиганатозавр мы купить он крупнее аллазавра существенно и вот спиннич наш из этих троих ну а вот рекс с гиганатозавром сейчас должны быть одинаковых размеров вот в общем-то это такое довольно интересное улучшение так давай спиннич иди там в домах и сейчас мы разберемся с этим обновлением изменилась также анимация изменились ребята звуки динозавров когда они расходятся тоже появилась такая анимация как насмешка но звуки стали другими у завроподов например звуки стали ближе к таким фильме ну вот в общем то наш такой брахиозаврик как-то можно повлиять на его поведение чтобы услышать нас допустим какой-то рэйк да ну и в общем то звуки зауроподов должны стать ближе к фильму ну вот наши зауроподы но как заставить их там мычать рчать конечно такой возможности у нас нет ну поверим на слово разработчикам что звуки стали такими как в фильме и как это должно повлиять было на динозавров ну по-моему они не реагируют хотя написано даже на экране что до победика и как-то динозавр должны на это отреагировать ну так же хищники у нас не должны жрать всех подряд ну в общем то рекс чуть чуть пожирнее выглядит чем гиганата за руно практически по размерам сравнимы так вообще так кажется даже как будто бы рекс больше чем спинозавр в общем спинозавр же самый крупный должен быть из динозавра ну наравне с индоем не согласно вот с такого ракурса гига кажется даже крупнее а с такого кажется тиранозавр крупнее ну в общем то налицо увеличение размеров гиги а теперь давайте проверим теорию относительно травоядных где у нас написано что если травоядным тесно то есть их популяция превышена то они будут разбираться между собой то есть травоядные должны по идее друг друга поубивать пока им не станет скажем так просторно в ихних вольерах начнем это дело проверять вот со стиги молохал и еще из нововведений в игре то есть большинство действий теперь можно отменить то есть отменить выпуск вот появилась кнопка если мы какое-то исследовали исследование начались тоже его можно отменить короче много вот всякой лабуды можно отменить также пока у нас вылазит всякая вот эта вот мелочевка что у нас еще велось в изменении орнитомими гальмими то есть им уменьшили способность пробивать стены то есть такая вот особенность в то время же как допустим тот же пахицефалозавр наоборот сможет с легкостью пробить эту стену также еще изменено точнее увеличен радиус который сканирует динозавр для оценки условий жилища помните была такая ситуация у меня часто было зухамим вот стал себе здесь в угол у него гигантский вольер и вот подходит к углу и говорит что ему что-то не нравится то ему леса не хватает то ему пастбищ мало то вода далеко теперь короче динозавр будут как бы оценивать большую расстояние вокруг себя и это по идее должно в общем-то уменьшить жалобы динозавров на условия жилища еще кстати что ребятки ввели то есть динозавры держатся кучи то есть они перестали разбредаться по всей территории они держатся кучками вот как бы вот смотрите как птицы к на каком-то седалище послетали всего в одну купу так в общем то и популяция и общительность у них уже зашкаливает леса конечно не хватает ну и фиг с ними так и вот ребятки этот момент драка драки пошло много драк между стигичами ну а они правда что-то ааааааааааааааааааааа у нас какой-то синхронная плавание вообще-то они должны друг с другом драться а не друг другу жжёту подставлять в общем-то у нас массовое убийство идёт стиги против стиги то есть и они сейчас поубивают половину друг друга, пока пока не останется только минимальное количество, которому будет здесь комфортно и удобно. Вот такое вот у нас, ребятки, еще нововведение. Так, а тем временем, ребятки, тем временем у нас начали сражаться и пентоцерадосы. Их у нас здесь не так уж много в вольере. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, всего лишь шесть, но они уже, как видите, устроили между собой разборки. У них общительность зашкаливает. Еда у них вроде как была. Вода есть, все есть, но, видите, они просто просто очищают территорию, чтобы было, так сказать, свободней дышать, ребят. Так что все это работает. И ладно, пока у нас здесь происходят естественные процессы, давайте еще так вспомним, что я забыл сказать по поводу обновления. Продолжительность жизни всех динозавров, ребятки, увеличена вдвое. Это хорошая штука. Так, про людей я вам сказал. Улучшена анимация, сказал, да, то есть страусоподобная мелочь нас более сложно проламывает стену, то есть выровняет этот баланс по поводу чем динозавр крупнее и крепче, тем легче ему проломать стену. Это хорошо. Так. Ну, еще, наверное, из последнего, чего я не сказал, это изменились контракты на островах, то есть они стали более разнообразными, появились контракты вроде как заставьте сражаться пентоцератопсом, например, конкретно с цератозавром. Не просто там с хищником каким-то, а именно с цератозавром, но более конкретные такие вот стали условия. Ну, в общем-то, и все, ребятки. На этом тогда мы с вами заканчиваем. До скорых встреч в Jurassic World Evolution. Здесь у нас вообще все печально. Вот так вот как бы они между собой, ребята, разобрались. Только один целеханек остался, но комфорт у него тоже плохой, но то есть пока они вот лежащие здесь не умрут, они не считаются как бы мертвыми, и они то есть еще занимают вольер, как видите, у нас популяция уже приблизилась, но общительность еще зашкаливает. Так что, то есть дождаться пока пока они умрут, и тогда перестанут друг с другом сражаться. Вот такие дела, ребята. А на этом все. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok